Так, ребятки, мы сейчас находимся в классическом нашем режиме, так скажем так, вспомним старость, вспомним старые добрые времена. Вы можете написать еще раз, как вам лучше, так или в широком экране. У нас есть вот такая вот эпическая башенька, судя по цвету, да, но здесь у нас что ли всего один противник, что-то я вот не пойму, да. Одно поражение, вроде нет никаких ячеек, одна битва, я думал эпик тут будет сражений на 10, а оказывается нет, у нас просто 26 уровень раптора, и нам нужно его как-то пробить. Вот в чем, в общем-то, его эпичность. Давайте тогда сейчас попробуем сменить команду, естественно, на нашу самую сильную. Блин, но тут раптора брать вообще, наверное, бессмысленно. Тут нужно брать побольше, побольше танков каких-то, я не знаю, прям, бронированных. Индоминуса нужно брать. Так, Индоминуса я уже взял, молодец, вот тебя взять. Это нужно контрящих раптора брать. Так, это, ну, это Брахик. У нас только одно поражение доступно, вот что-то мне кажется, что мы сейчас его и отхватим сходу. Так, ну, раптора брать бессмысленно. Он будет всегда медленней. 26-й это очень больно. Даже не знаю. Даже не знаю, ребята. Вот с контратакой, ну, Брахик. Блин, ну, слабый уровень. Допустим, вот этот парнишка бы хорошо зашел. И два... Два снижения урона. У кого это у нас? Два подряд. У Манолофазавра. У нас есть такие два удара. Да, 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 да. Два Манолофазавра есть. Ну, давайте его качнем на 15-й левел. И возьмем Манолофазавра с собой. Допустим. Мы если... Если переживаем один удар... Сколько у тебя житла? 1700. Да, нет, не переживет он. Не переживет. Блин, ну никак, не пойму. Смотрите, если мы, допустим, первого поставили Манолофазавра, Велоцираптор быстрее, он его реально за один удар продамажит. Не канает. То есть, нужен кто-то, у кого есть опережающий удар, например. Блина. Блина, блина. У этих нет, этих нет. Это травоядные какие-то. Вот кентрозавры, вот все такое вот подобное. Но они у меня вообще слабые. Они у меня вообще слабые. Так. Ну, есть опережающий, но он не сразу походит. Брахик. Давайте Брахика еще качнем на 15. Ну, даже он два удара, ну, два выдержит. Один мощный, один обычный, по идее, должен выдержать. Но это не точно. Это не точно, ребята. Ну, у нас шанс только один. Ну, скорее всего, проиграем. Ладно. Ладно. Помчались проигрывать. Кого возьмем? Брахика возьмем. Тебя возьмем. Ну, блю... Ну, бессмысленно их брать. Реально бессмысленно. Ну, не знаю. Давайте так попробуем. Ну, открываться будем все равно броником. Брахиком. Просто мы сразу получим снижение урона. То есть, как его пробивать. Ну, Индоминус его может, конечно, если мы, как бы, задоджим. Подождите, это Чарли. Блин, Чарли, какая у тебя скорость? 129. Удар 1300. То есть, 2600 может быть удар. Ну, блин, посмотрим. Хотя, тогда все не так уж плохо. Мы можем за один удар его сложить, если уклонимся. Ну, вот так. Но Индоминус, это и был такой, более надежный вариант. Да, как говорится, сколько было разговоров, а раз-два и... Ух ты, какая красивая картиночка. А ну-ка, с чего нам тут навалить сейчас? Десяточка! У-у-у, круто! 2600 рапторов. Это прикольно, потому что не придется их отлавливать. 2 миллиарда выстрелов делать. Да и нахер, блин, вот это вообще шикарно. Шикарно. Только я бы хотел, чтобы здесь было несколько боев. Было бы, ну, 3 боя и 3 поражения, допустим, да, крутых. И блюшечки нам насыпали. Ну, я ее так уже купил. Да. И эпический перераптор. Вот у кого, если бы у меня не было сейчас блюшку, ребята, все давайте живо сюда. Это круто, в общем-то, ребята. Ну, и вот, в общем-то, ребятки, тогда дописываю вторую часть. Это уже на следующий день или даже через день от той части, что вы видели. Редкий надозаврик. Не мешало бы его подловить. Так, ну, это как-нибудь потом, если он там достоит. У нас сейчас башенька, ребятки. И башенька у нас вот такая. На, почти башеньку вам показал. Вот у нас башенька. У нас здесь раз, два, три, четыре, пять. Битв нам предстоит. Через два дня это дело закончится. Отлично. О, а противники меняются, потому что я подходил, здесь стоял бронтик. Ваша команда существ с высокой скоростью. Ух ты, прикольно. Подожди. То есть я вот, как бы, заходил в игру раньше, и там у меня был, были противники, и был бронтик. А теперь у меня эрлик. Шустрики у меня теперь стоят. Ну ладно, я выбрал своих самых слабых. Давайте. Вот так вот. И будем сражаться. У нас противник один, а мы можем потерять двоих динозавров, потому... Кого угодно. Давайте возьмем карника. Никогда не сражался карнитавром. Вот благодаря таким вот турнирам я могу в них посражаться. Так, это он что? Очищает себя. Урон полтора. Вообще шикарно. Наносит 1х, щит 50% на два хода. Так, ну мы сейчас отхватим от противника ярость, да, скорее всего. Ну ладно, давайте так попробуем. Он себе скорость повысил, но мы, в общем-то, очищаемся. А, это у нас контратака, точно. И нормалек мы так ответили. Круто. Сейчас еще щит себе поставим. Вот блин, он снизил нам скорость. Так, ну мы его полюбасу добиваем, это круто. Карнатавра, хорошо смотрится карнатаврик-то. Ставим лайк, кто хотел видеть карнатавра. Это круто. Так, надо его качнуть, тоже левел на 10-й. Нужно повышать левел своих динозавров уже до 10-го. Ну, немножко денег у нас есть. Ух ты. Дают, бери. Так, ну давайте. У нас раптор идет. Так. Так, так. Ну он полюбаса будет атаковать первым. Блин, тут даже не знаю, кого брать стоит. Может возьмем, вот, может у этих гавриков, давайте вот эту возьмем. Может у них, они правда, не это амфибии, они древние, вот эти вот секодонты. Блин, у кого есть там неуязвимость? Ладно, сейчас будем выбирать. Уже по факту. Итак. Нет опережающего удара. Но есть тормозящий. В принципе, неплохо. За 50% урона на 3 хода. Нет, не то. Нет, не то. И это удары похожи, да, так последний удар, как у Карника был. Ладно, давайте берем Брахика. У него есть замедляющий удар. Ну, Аргентинозавра в смысле. Так, это у нас обычный раптор. Да, это у нас обычный раптор. Нам нужно брать замедление, естественно. Ну, компьютер против нас атакует, всякую дурню делает. Он не взял удар, который будет снижать урон. Это капец какой-то. Реально он должен был нас побеждать. А он взял и умер. Ну, мы познакомились с Аргентинозавром. Ладно, я не рассчитывал на такую тупость со стороны компьютера. Компуктер. Так, ух ты. А, что, эта штука каждый раз обновляется? Нифига себе, я что-то не замечал такого. Ну, я уже сегодня лимит собрал, но бакса могли бы подсыпать. Так, у нас теперь два противника. Так, что-то мне кажется, что на следующий бой уже мы можем и не затащить. Если они будут девятого уровня, их будет три. Так, кого вы хотите увидеть? Ирритатора, который пробивает броню. Или Барионикса, который тоже пробивает броню. Ладно, давайте крокодильчика возьмем. Он красиво выглядит. Какая у него толстая челюсть. Там укус должен быть вообще дичайший. О, вот теперь наскок. Теперь это правильно. Челюсть и убьет нас за второй удар. Нет, наверное, не убьет. Но мы его укусим сильно. Все-таки усиление у нас было хорошим. Противник здесь и так не подменяется. Потому мы дадим уязвимость. Если любой следующий наш динозавр не потребовалось. У нас что, есть невосприимчивость к этому? Ну, тут ничего не написано насчет невосприимчивости. Блин, какой массивный крокс был. Ладно, давайте еще крокодила. Это битва крокодилов будет у нас. Бегущий крокодил, так сказать. Один в обход. Давайте усилим себя. Как раз он нас ослабляет. Мы себя усиляем. 400, ну да, больше. У нас усиление получилось все-таки больше. Так, ну блин, ну выживи. Прошу тебя, выживи. Я хочу... Ну, я не про себя, я про него. О, у нас есть нейтрализация. Это круто. Блин, я хотел посмотреть, как хилка работает. Так, ну мы тут уверенно побеждаем. Давайте нам награду. Да и нахер он нам, горбатого насыпали. Отлично. Снова собираем приз. Доллары дайте, бакси, 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 бакси. Хотя я их не трачу. То есть, как бы... Ну, тратишь их, когда активно сражаешься, чтобы открывать инкубатор. Кстати, давайте откроем инкубатор. Косарик. 15. Таникала Греус. Мегалазаврика нам насыпали. И... Эпический перораптор. О, еще эпический. Ничего себе. Стигимолох. Надо идти срочно отлавливать Стигимолоху. Ладно. Давайте идти дальше. Так, противники, в принципе, слабые. Да, я знаю, что вы хотите еще Карника. Карника надо. Надо Карника. Он мне тоже нравится. Так, ну, это если до него дойдет очередь. Мы пока что возьмем диплататора. Так, а что у нас вообще здесь есть? У нас есть тоже ослабление. Мы ответим ему тем же. Но у нас жизни намного больше было. О, на моему урона нанесли намного меньше. Теперь у нас равный бой. Теперь идет равный бой. Но у нас есть такая штука. И, пожалуй, он может и не пережить. Да, напоминает мне собаку. Реально диплататор. Забавный такой, да? Так, Ютич. Но он, опять же, шустрее. Нифига себе. Чуть ли не за один удар. Ого, прикольно. Видели, как он отлетел? И так, челюха такая на бок была. Прикольно. Так, давайте Барри Уникса. Полтора. Ну, мы хоть так, хоть так его пробьем на следующий ход. Как бы он нам атаку не снижал. Но, молодец. Рапторы, конечно, демажат по полной. Давай золотой наш. Он, ну, бронзовый, вообще-то. Офигеть. Ха-ха-ха. Я не посмотрел, что эта штука удар не наносит. Бывает. Но зато мы посмотрели на него. Так, а теперь этот у нас фиолетовый. У тебя тоже такая же фигня, да? Плюс 50 к урону, плюс 30 к критическому шансу. Ну, давайте. Я знаю, что он атаку не возьмет. Но мы переживем его следующий наскок. И может я просто хочу увидеть крит. Полтора. Один. А, у нас не снизил урон. Ну, давай, сколько мы можем нанести? Полторушечка. Очень даже хорошо. У противника третий. Я что-то тут заигрался. Вот так сюрприз. А я вообще переживу? Не переживу. Блин, а я что-то думал, что у него два. Так, ну одно поражение же мы можем, да, допустить себе. Ладно, заигрался, заигрался, ребятам. Надеюсь, нам не придется ждать два часа. А там, подождите, что тут получилось? А ты откуда взялась? Рядышком вроде бы уже не было. Так, у нас тут просто какое-то нашествие торбозавров. Которых я уже не ловлю даже. Так, ладно. Давайте пойдем тем же составом. Просто сейчас уже не будем играться. Проверим, скажем так, свои навыки. Если что, мы всегда можем взять более крепких динозавров. Если мы сейчас сольемся, вдруг, по какой-то причине. Давайте карлика возьмем. Карлик против Эрлика. Так, у него сейчас будет... Короче, больно будет он нам делать. Нет, не захотел. А, это была контратака. Теперь наш удар. Ахилка где? Очищение себя и все. Что-то я не понял. Я думал, тут плюсик, короче, здоровье нам добавит. А оказалось, нет. Давай, карни, давай. Но тебя не спасет. Разве что от простого удара и то не спасет. Ну, это хорошо, что следующий наш динозавр не отгребет по полной программе. Это радует. Так, кто пойдет? Ну, давайте вот так вот. Ну, так, что получилось? Сейчас он нас протокует обычной атакой. А мы его не добиваем, да? Не так, не так. А у него обычная атака сколько? Пятьсот. А сильная будет косарь. А, ну мы должны пережить две атаки. Я просто хочу вот эту штуку сделать. Но опять же, блин, а мы... У меня все здесь медленные. Мы не получим преимущества, в смысле, на следующего. Ага, еще атаку нам снизил. Вот это... Если мы его сейчас не пробиваем, то это будет печаль-беда. Но без крита бы не пробили, наверное. Так, Ютараптор. Печально, печально. Ах ты гад. Блин, а мы, походу, сейчас сольемся. Он сейчас нам двойной урон выдаст. Так, ну у нас есть вот это. Ну сейчас все равно у него двойной урон. Ну, мы можем переживем все-таки. Снижение было. Без крита пережили. Побеждаем, да, все-таки? Нет! Как ты мог? Как ты мог меня так подвести? Так, ну обычный удар должны пережить. Только не крит. Только не крит. Обычный удар. Ну, затащили. То есть, никого мы не поменяли. Мы взяли реванш. Если не дурачиться, все получается. Так, а, кубик почему не загорелся? Че за глюк? Ух, так, ну давайте смотреть схватка. Ну, шустрики, блин, ну. Ну вот, не затащим мы. Не затащим сейчас. Сольемся, скорее всего. Скорее всего, и сольемся. Ну, у нас еще же есть шанс. Сколько у нас есть? Да, у нас еще есть возможность проиграть. Поэтому давайте вот так вот пойдем. Просто они все быстрее. То есть, у меня в этой команде, я взял тупо самых слабых из списка. Вот с конца взял у себя. И у них, естественно, нехватка скорости. Жутчайшая нехватка скорости. Так, ну, он нам сделает то же самое, что и мы ему. Нет, это он глупо сделал. Он бы мог нам полный дымак. Так, эти сломанные руки тенантозавра вызывают жалость. Опачки, давайте вот так сделаем. И опять же, ой, ну это нам фартануло, ребята. Он не снизил нам урон. Так бы он должен был бы, наверное, даже побеждать. Ну, или как минимум, очень мало хеллзоу нам оставить. У нас зато есть паралич. Ну, мы переживем этот удар. С большим трудом, конечно. Ну, и вот так вот сделаем. Следующий у нас динозавра будет шанс атаковать первым. Надеюсь. Сколько она, правда, длится? Один или сколько ходов замедления держится. Ну, он нас пробивает. Этот раз. Так, ну, скорость-то у него занижена. Должна остаться. Давай, эргентинозавр! Сволочь, почему это он быстрее нас? Молодец! Больно бьет. Смотрите, на восьмом уровне 600 с чем-то уволил. Так, Чарли. Что там у тебя? 600 сила удара. Есть снижение урона, да? Так, крит не отхватили, но следующий удар мы не выдержим. Но и он, в принципе, тоже не выдержит. Жаль, что мы замедление не смогли ему дать. Так, ну, это нас прикандычит. 1200, да. Так, но сильный удар он потратил. Тогда давайте вызываем диплотатора. Ну, и мы прошли. Ну, в общем-то, ничего сложного. Несмотря на то, что мы играли слабыми по скорости. Это очень важно. Важно, если ты слабей по скорости и не можешь убить противника за один удар. То есть противник может нанести два удара. Если бы рапторы атаковали как положено, первым ударом, всегда двойным уроном со снижением нашего урона, то они бы победили, скорее всего. Дэйна Хейер, дельта, а блюду не хотят дать. И эпического пирораптора нам насыпали. О, и загорелось, то есть, отлично. О, пять баксов дали. Шикарно. Ладно. В общем, тогда все исчезло. Вот этот надопатозавр. Но он здесь, надозавр, он здесь появится. То есть они с периодичностью появляются. На этом тогда, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok